Мальчик, двоечник, 15-летний, Андрей Терновский, он говорит, экзамены не сдать, стал думать и придумал вот эту пакость. Не регистрации, ничего не надо. Заходи и блуди. И он буквально тут короткое время миллионером стал, в Америку уехал, на Лазурном берегу живет. Ну и хорошо сделал-то, если так разобраться. Это люди на митинги не идут, не требуют смены президента. Сидят тут, блудят и все. Больше им ничего не надо. Процентов 85 мусульмане. А мы зачем? Я говорю, вы не знаете, я вам разъясню. У вас дома 4 жены, и разрешается вам это. И надо платить колым за каждую. А тут 44, все голые даром. И вы, южные жеребцы, на наших кобылах пашите. Тут все понятно. Это в библиотеке, что ли? Ну да, может быть и так. По милости Божьей, я создал около 13 библиотек. А, да ты че? А какая литература в основном? Религиозная. Вот самая главная книга в мире, это вот эта книга. Ну да, ну да, ну да. Тут ответ на все вопросы. У меня вышло из печати моих книг, лично написано 38 томов. По 752 страницам. Я заблудился в этом мире, я как бы не знаю. Раньше сильно верил в Бога. А бороду почему отстрих-то заблудший? Ну. Ну, подкаблучник? Да нет. Да кого нет? Это власть над женщиной. Это Бог дал красоту. Променяли ее, говорит, на подпупную женскую. Нет, 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 отец. Ошибаешься? Нет, нисколько не ошибаюсь. Моего опыта пока никого нету. У меня за спиной тюрьмы и лагерь, и чего только там не было. И все в Боге. Новые люди пришли ко Христу. Господь мне позволил в 23 года получить в руки Библии, изменить жизнь полностью. И 57 лет иду этим путем. Вот сейчас пошел, 81-й год уже. А сколько отсиженных у тебя? А? Ну, отбывал там сколько лет? Ну, сколько, считай. Государство все ушло. Сколько сидел за весь срок в тройном размере? Штаж. Штаж. А теперь свобода, реабилитация, полная свобода. Сейчас только один разговаривал. А вы не хотели в советское время? Я говорю, вот я начальник детского лагеря православного. Моего бы не было. Мы строим с нуля православную деревню, а шабаш не было. Книги вот эти написать, которые мы развезли от Владивостока, из Барнаула до Лиссабона, долой. Ничего бы этого не было. Как в Северной Корее. У кого телефон найдут, смертная казнь. У нас бы ничего не было, ни интернета. Мне власть-то не нужна. При этой власти хоть и ободрали, ничего нету. Но зато я свободен. Надо жить и в бедности, как мы молимся, интересно и красиво, экономно. Прославляя Бога. Не ругать правителей, а молиться за них. Чтоб Бог вразумил. Чтоб издавали мудрые законы. Дали достойно людям жить. Чтоб было из чего уделять нуждающимся. Вот с какой целью. Но они выделяют только себя. Видишь, в чем проблема? Ну да, ну так вот. Богатых меньше не стало, а бедных плодется. Да. Вот у нас семья такая. Отец с фронта, руки нету. Вот так вернулся. И 10 детей, 10. И мы никогда не слышали, чтобы отец с матерью власть плохо отзывались или ругали. Никогда. И всегда как-то весело у нас было. Потому что подрастает. Отец пастухом был все время. А мы с 5 лет на поле выросли. Это ж хорошо. А тебя как угораздило в такой хорошей семье? Куда угораздило? Сюда зайти? Нет. В тюрьму попасть. Но я в первой стране распространил архипелаг Гулаг Солженицына. Насчитал на пленку. 50 книг озвучил. Насчитал. Златоусты 12 томов. Жития. Библию. И власть этого не терпела. Ну да, ну да. А потом был суд. Религия это опиум для народа был. Да. Вот сегодня мы видим, опиум этот пришел на людей. А Крупская говорила, религия узда для масс. А сегодня узду сбросили. Преступность увеличилась в разы чиновников в три раза больше, чем сухопутных войск. Ну и как? То есть. Работать не хотят депутаты. Пенсию 250 тысяч. Ну, там же воры на ворах. Да. Расул Гамбратов говорил, гора на горе, вор на воре. Да. Кто больше украл, тот больше икрут. Ну, им завидовать не надо. Вор в Царстве Божьем не наследует. Вот это четко. Ни один вор, ни блудник, ни убийца в рай не войдет. А Иисус умер за грехи людей. Ждет с покаянием. Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Верою. Надо идти в церковь, наисповать в священнику. Люди не идут. Ну, что ж. Ну, нет же плохих людей. Есть просто заблудшие души. Ну, а заблудшие, это значит, никуда не годные. Заблудшие. У него нету нравственных принципов никаких. Выгодно, выгодно. Ворует на каждом шагу. И ничего не делать. А верующий, он знает, за это наказание от Бога. Там умрешь, плохо будет. В рай не попадешь. А в этого ничего нету. У него тормозов нету. Пусть да, сброшено. Ну, видишь, у нас обережут эту веру к Богу. С Богом хорошо. Да, общество. Вот я был, где на моих глазах людей убивали. Где там был строго режимный лагерь. Ко мне пальцем никто не прикоснулся. Меня посадили, но меня и охраняли. Сразу приехали из КГБ, предупредили пальцем не трогать. Вот и все. Ладно, семья пришла, отец. Давай, с Богом. Если вы зайдете на сайте, Игнатий Лапкин, найдете на сайте. Я так обозвожу. Сейчас не могу я сбросить, у меня клавиатура закрыта. И вот если зайдете на наш YouTube, вы через неделю себя увидите, как мы с вами беседовали. Я бы хотел бы это сделать. Ну вот. А что тут не сделать-то? Сделано уже все. А, ты меня снимал? Обязательно, всех снимаем. У нас все снимается. Мы говорили по-хорошему, вы не ругались. Хороший... Я просил Господи, дай разумного мужчину. Плохо, что раздетый. Ну пусть жена так жарко не топит. Ну ладно, отец, давай. Засновил ты меня. Давайте. С Богом. Как вас звать-то? Звать как? Андрей. Андрей. Андрей означает храбрый. Да помилует тебя, Андрей, Господь. И приведет к Царству Небесному. Через Слово Божие Библию. С Богом. Не забудь, Игнатий Лапкин, заряжай и найдешь сайт, искай, все найдешь. Игнатий Лапкин. Сегодня можно сатаной. А там вот есть такой ролик, интервью с дьяволом. И он спрашивает, а кого вы боитесь? А того, который меня сбросил с неба. Он убьет меня. Он знает, что его ждет. И все, кто ему поклоняется, будут гореть в огне вечном. А Христос умер за нас. Ждет покаяния. Вы молоды. Могли бы сколько добра сделать. А я сатане. А сатана кто? Разрушитель. И переводится противник. Противник. Сатанс. Это противник. С еврейского. Чтобы люди посвятили Богу. Потому что после смерти другая жизнь. Грешники пойдут в гиену в огонь с дьяволом. А праведники в царство небесное. У нас была миссионерская поездка. У нас была миссионерская поездка. Мы в Барнауле живем. До Владивостока и до Лиссабона. Мы прошли шесть мусульманских республик, Турцию. И везде нас встречали, как будто мы там живем. Мы не просто ехали. А у меня 38 томов книг вышло. Я дарил в каждую библиотеку. 650 городов посетили. Для Бога. Нам мусульмане помогали везде. А были в Баку. В доме муллы ночевали. В мечети молились. Они потом пошли. Знакомая наша жена его. Пошли в храм православный. У вас какие вопросы есть, может быть? Вы можете зайти на наши ресурсы в Ютубе. Игнатий Лапкин. Во свете Библии. Очень богатый и огромный материал. Мы деревню строим православную. С нуля. Где нельзя пить, курить, материться, воровать и лгать. Ну, с Богом. Всего хорошего. Вместе с дьяволом. Так что живите свято. Господь говорит, будьте святы, как я свят. Библия говорит, что женщина горше смерти. Через нее мы все умираем. Ева первая согрешила. Поэтому женщина должна быть в полном послушании у мужчины. И не учить его. Чего ж так раскисся? Лежишь. Лежишь и не стыдишься этого. Ты должен быть хозяином. Лежишь на боку и женщина так. Это не принято так. Это подкаблучник будешь. Мало жить будешь. Лежишь они тебя заморят. Нет. Нормально все. Отдыхай и лежу. Не отдыхай. День идет. Надо работать. А вот только пришел, дрова поколол. Полный древний. О, молодец. Если дрова колол, ты мужик настоящий. Я в деревне. А мы строим деревню. Деревню строим с нуля. Православную. У нас нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. О, это хорошее. А где устроиться? Алтайский край. Город Барнаул. О, далеко, далеко. Да. У нас прямая миссия от Бога. Людям возвестить истину. Из этой книги. Что Христос умер за нас. И воскрес. И ждет нашего покаяния, обращения, чтобы жили для Бога. Не для женщины. И чтобы жена обратилась к Богу. И дети будут верующие. Ходить надо в церковь на исповедь к священнику. В церковь ходим. Ну, вот так. Потому что по-другому не будет. А будет так, как сказал Дух Святой. В Святой Библии. Верующие в Сына Божий иметь жизнь вечную. Они верующие не увидят в жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. И апостол Павел говорит в 2-е послание Коринфянам. 5-я глава, 10-й стих. Всем нам надлежит предстать предсудилище Христово. Чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Вы можете по скайпу зайти. По скайпу. Найди Игнатий Лапкин. Я вам тогда богатый материал скину. У нас есть сайт. Пор, Мейл.ру. Равных в интернете нету. Вот у меня вот этот Ютуб. Я в Ютубе сейчас захожу. 16 800 роликов. Вы только не ругайтесь. А то вам стыдно будет завтра. Нет, я ругаюсь. Вы поняли, нет? Ни одного плохого слова не говорите. Я не говорю. Иисус говорит за всякое, за всякое гнилое слово. Человек ответит. Да не исходит оно из уст наших. У вас вопросы какие-то есть по душе? Да, пока нет. А должны быть. Надо посты соблюдать. Молиться. Благодарить Бога за все. На разные митинги не ходить. Это ничего не даст. Надо трудиться. Видишь, вы дрова кололи. Ну, замечательно просто. До свидания. Вы по скайпу зайдите, Игнатий Лапкин. Зайдите в скайп. Я вам сброшу материалы. Огромные материалы. С Богом. С Богом.